Можно сказать, что пресс-конференция прошла в дружеской деловой обстановке. Губернатор ответил на все вопросы, интересовавшие рязанские СМИ. В первую очередь журналисты коснулись темы регулирования зарплат руководителей бюджетных организаций. По ряду бюджетных учреждений во всех отраслях буквально руководители тут же установили для себя неимоверной доплаты, которые сделали реальную заработную плату таковой, что разрывы увеличились, будем говорить так, в несколько раз между зарплатой обычного сотрудника и руководителя или его зама. Мы разработали модельное положение об оплате труда и рекомендовали всем бюджетным учреждениям принять эти модельные положения об оплате труда. Более того, мы ограничили численность заместителей по бюджетным учреждениям. Различные мощности, будем говорить так, в зависимости от того, вывели некие критерии и рекомендательно все это направили в бюджетные учреждения. Я думаю, что руководители среагируют на это и приведут в порядок. Ну а если кто-то не приведет в порядок вопрос, будем рассматривать в соответствии с занимаемой должностью. Также на встречу уделили внимание и теме благоустройства областного центра. Губернатор по этому поводу высказал свое мнение. По его словам, кнутом и пряникам эту работу не наладить. Служба благоустройства должна быть выстроена совершенно по-иному. Каждая группа людей, каждое звено, каждый человек должен знать, где, за что он отвечает и что он должен делать в тот или иной период времени года на этом участке. И каждый день должны подводиться итоги выполненного сзади. Каждый раз должны проходить объезды, обходы и осмотры. И каждый раз должны выдаваться замечания. То есть это должна быть системная работа. Должны быть механизированные отряды. Должно быть бюджетирование, соответствующее из муниципальных бюджетов. Без этого, сколько бы мы кнутом не стегали, значит, это будет компанейщина. Турлатовский полигон. Наша телекомпания, образно говоря, постоянно держит руку на его тревожном пульсе. Чтобы не упустить ни одного нюанса этой темы, Олег Ковалев обещал принять меры, чтобы полигон перестал, так сказать, ходить по рукам. Мы сейчас будем работать над тем, чтобы не запрещать эти предприятия, а запретить функционирование самого этого полигона. Мы можем разрешить на нем только рекультивацию уже того, что там хранится. Потому что мы запрещали работу тех или иных фирм, которые хотели туда вывозить. А надо запретить работу полигона. Это более сложно, потому что в законодательстве есть масса там нюансов, которые надо учесть. Но стратегически мы сейчас будем бороться именно таким образом. Потому что иначе они как грибы растут после дождя, эти фирмочки и фирмы. По поручению губернатора была создана рабочая группа по разработке и принятию охранных зон в регионе. Разумеется, главным образом речь шла о есенинских местах. Задача определить и создать достопримечательное место, Есенинский край, в которое будут входить те места, которые так или иначе непосредственно связаны с Сергеем Есениным. И зарегулировать и запретить застройку именно там. Ну, понятно, что это в целом войдет в село Константиново. Это войдут ряд объектов, которые были связаны либо в его творчестве, прозвучали там каким-то образом, так и являются памятными для людей Рязанской области и так далее. Для этого ведется сейчас серьезная работа. Значит, мы ищем также юридические основания, правовые основания для того, чтобы сделать это так, чтобы потом нельзя было к этому придраться. Один из последних вопросов был связан с ситуацией в Украине. Рязань, как и большинство регионов, открыла свои двери для тех, кто решил кардинально изменить свою жизнь. По той информации, которую я сполагаю, уже порядка 10 семей, переселенцев, они уже обустроились, получили работу и работают у нас на территории региона. Пока мы не ожидаем такого массового потока беженцев, значит, и как-то хочется верить, что там, на Украине они все-таки договорятся, и, значит, войны там не будет. Не хочется этого всего. Хочется, чтобы они все-таки договорились. Вообще вопросов было еще много. На двухчасовая беседа и без того отняла много сил, как у журналистов, так и у губернатора. Тем не менее, все остались довольны, особенно пресса. Все-таки не каждый день удается в таком открытом формате пообщаться с главой региона.